Установка аншлагов информационных стендов регулярные субботники. Соглашение, подписанное между Министерством лесного хозяйства и Акционерным обществом Россельхозбанк, позволит партнерам совместно работать над улучшением охраняемых природных территорий. С каждым годом область становится лучше и лучше, много открывается зеленых туристических мест. Мы благодарим за совместную работу Министерства сельского хозяйства, а также данное соглашение подчеркивает для нас важность бережного отношения к окружающей среде и ресурсам. На сегодняшний день в Самарской области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий. Ее основу составляют три объекта федерального значения – Жигулевский государственный природный и биосферный заповедник имени Спрыгина, Национальные парки Самарского лука и Базулукский бор, а также 211 территорий регионального значения. У нас много особо охраняемых природных территорий, что нужно их оберегать. Я рад, что коллеги с Росельхозбанка тоже откликнулись и берут шефство над рядом территорий, они выберут сейчас себе у них большая широкая филиальная сеть. У нас эти опыты расположены на территории всей Самарской области. И уверен, что вот такой совместной работой будем охранять, оберегать и сохранять для будущих поколений. Стратегию сохранения биоразнообразия специалисты рассматривают как часть общего движения Самарской области к устойчивому развитию. Об ее реализации говорили сегодня на заседании круглого стола в правительстве Самарской области. В нем приняли участие экологи, сотрудники Министерства лесного хозяйства, директора по научной работе заповедников региона. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.